Всем привет, с вами Незерамус и мы продолжаем проходить Resident Evil HD ремонстер на уровне сложности реализм, ну или даже сказать в режиме реализм. Так сейчас мы идем вставлять батарейку, выкидывать, потом вернемся точнее чтобы выкинуть ручку и заодно я может там себе чего-нибудь еще нахватая по необходимости к тому моменту как я закончу свои дела с этой ручкой. Надеюсь конечно меня змейки не траванут, в правильном случае вернусь и думаю успею. Так тут к счастью нет охотников, мне не охота встречаться с охотниками, как бы это паранормально не звучало. Забываю что здесь еще вот это маленькое помещение, я уже ожидал выйти на улицу, но нет. Кто здесь? Никто здесь, прелестно, обожаю когда никто меня не пытается слопать, особенно заживо, особенно целиком. А нет, сначала сюда, я уж хотел пойти ручку крутить, но ручку крутить рано. Так, вода, брызги. Зараза, травила. Да сколько же вас тут? Обдолбанный змей. Да. Змеи обдолбались и немножко загрызли меня. Или обдолбились друг об друга головой, об голову. Я же не в курсе чем эти змеи там занимаются, пока нас там нет. Вот пока мы там, они делают приличный вид. Странно. Могли бы как-то предрисовать, что подключили эту батарею. Там уже лежали два таких проводка, искрили они еще. Ну, либо эта батарея как-то там подключена, но тогда нахрена вот эти две разноцветных, не знаю как они по-научному называются, хреновины на вершине ее. Мне казалось, это как раз контакт, чтобы ее подключать к оборудованию. Ну, кто знает, может быть я и не прав. Я такие батареи никогда не трогал, поэтому знать не могу никак. Так, удаляем воду. Так, я очень надеюсь, что эта ручка мне нафиг не нужна. Не булька на меня. Существо. Превосходно. Сколько здесь всего? Ну и в воду мы спуститься не можем, вообще никакой реакции. Интересно, есть ли реакция, когда первый раз сюда приходишь и пытаешься вступить в воду? Если нет, то это очень странно. Потому что должна быть надпись, типа, виднеет проход или еще что-то. А если она есть, то странно, почему ее сейчас нет. Ну да ладно. Кто я такой, чтобы судить об этом? Я думаю, мне надо пистолет взять. Поскольку там, куда я сейчас иду, будут куча пистолетных патронов лежать. Ну, как куча. В общем, будут пистолетные патроны лежать. Так, правильнее сказать. Так. Не выругайся на меня дверь. Не скрипи, тем более. Здесь ты хорошо работаешь. А что, все хорошо. Здоровая, небось, у меня уже подпортится. Успела. Так, где? Ай, вот они. Да, я, кстати говоря, забыл забрать пистолетные патроны, похоже, из медпункта. Ну да ладно, я не думаю, что это как-то критично. Надеюсь, два лекарства мне хватит. И надеюсь, лента там будет. Иначе у кого-то будут проблемы. К сожалению, в данном случае это кто-то. Я. Да. М-да. Не хотелось бы, чтобы у меня были проблемы. Так, нет, пока ничего брать не буду. Потом, скорее всего, придется кольт взять. Который магнум. Который револьвер вообще. Ну, тем временем мы готовы отправляться в подземельку. Так, нет, не сюда, а вот сюда. Наконец-то мы пройдем через... через здесь. Бэкс. О, да. Течет по стенам. Конечно, нам должно быть мокро. Жуть. Так, я не помню, куда мне идти надо. О, здесь есть лента. Ее можно прямо в этот же сундук пока что скинуть. Мне не сюда. И, пожалуй, сохранить, когда я получу местную рукоятку. Здесь... В общем, когда пойду уже... Покручу вот эту стену, я... Перед тем, как идти дальше, я сохранюсь. Потому что... Я плохо помню, кто конкретно, когда здесь нападает. Покручу. 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 Блестяшко. Которое патроны. Так, больше тут пока ничего нет. Так, я надеюсь, что сейчас здесь никто на меня не нападет. Да что ж вы делаете? И почему я до сих пор не бегаю, хромая? Почему у меня там создали? Офигеть, оно только чуть-чуть пожелтело. Удивительно просто. Я в шоке. Не серьезно, я в шоке. Нет. Я думаю, вот так. Да. Что в оригинале, что здесь меня не очень радует во мне, что нужно очень четко навестись на вот эту дырку. Потому что у нее очень узкий порог попадания и активации ее самой. Магазин пока уберу. Так, используем ленту. Так, вот сюда. Какой же все-таки немножко вырвеглазный цвет. Мне кажется, лучше было бы, если он был чутка побледнее. Так. Нет, давайте пока оставим. В любом случае, я все равно здесь еще буду пробегать. Когда возьму шметок. О, стоп, трава стоит. Трава стоит. Ее было бы хорошо съесть, потому что иначе меня охотник может с одного удара закушать. А я не люблю, когда меня охотники с одного удара закушивают. Так, и сюда. Хотя, возможно, есть время уклониться. То есть, если не пытаться вообще убивать охотников, а именно бегать от них. Возможно, даже будет время от него уклониться. Когда он делает замах. На убийство. Да, паука будет вот сейчас. Так. Уф, замечательно. Чуть не сдох. Что такое? А, патроны. Чтоб сомневался. Так, я вот не знаю, стоит ли пытаться убить эту штуку. Я склоняюсь к мнению, что нет. А, его повеление даже нельзя... ...как-то пропустить. Паук. Паук. Здорово. Интересно, это такой же нож? Ну, видимо, такой же, как у меня изначально. Ты как меня задел, ты вообще боком стоял ко мне. Ты махнатый читер. Хренасе, он бьет. Ну, отлично. Теперь можно сваливать. Конечно, махнатый читер вообще бьет. Очень больно. Мягко говоря, можно сказать, что я подофигел. Да, тут нет комнаты сохранения в этой части. И там будет еще один камень. И... Так, карта заднего двора. Какой-то этаж. Так, там, по-моему, все равно не один предмет, поэтому... Я сейчас пойду выложу. Патроны, пожалуй. И вот этот нож. Ты что, охренел? Паук. Какой хрен? Я не успел зайти в комнату, он меня уже атаковал. Учитывая, что ему нужно время на подготовку, получается, он начал готовиться еще до того, как я вошел. Не самая справедливая вещь. Но да ладно. Место в любом случае нужно. Оп, 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 оп. Ммм, трава. Пускай лежит. Я надеюсь, она мне не пригодится. Но кто знает. Собственно, поэтому я и взял ее, потому что вдруг... Лучше уж пусть и здесь лежит. Потому что мне все равно надо было пойти освободиться. У меня нож все равно захламлял место. Да и патроны мне с собой не нужны. Я сейчас стрелять особо не собираюсь. Тут не в кого особо не собираюсь. Какого черта? Что это долбанутый паук себе позволяет? Не, ну убивать его, конечно, тоже не вариант. Слишком много патронов. Убьет просто... Ммм, да. Хотя так лекарств очень много убьют. Ну ладно, будем надеяться, что мне хватит тех лекарств, которые у меня находятся в особняке. Это все-таки, по-моему, не самое плохое количество их было. На что туда хватит? Так, тут ничего нет. Крутим, крутим, крутим. Ну тут хотя бы сделали, что эта штука быстрее крутится, чем в оригинале. Поэтому не так страшно. Но камень сразу активируется. И какого черта? И что мне надо было сделать, простите? Я тупо не успел ничего сделать. Так. Мне это не понравилось. Вообще не понравилось. Честно. Где, кстати, второй магазин брал? Не знает. Давайте попробуем сейчас уштать этого паука. Может быть, это мне принесет какую-то удачу. Ну это было реально как-то тупо. А. Еще этот камень. Я там, не помню, я, по-моему, без оружия там даже был. Да, видимо, надо будет пойти сохраниться прямо... Прямо... А, вон там патроны были, точно. Надо будет пойти сохраниться прямо... Прямо перед боем. Ой, перед боем. Перед камнем. Что мне это вообще не понравилось, вот честно. Что-то нехорошее-то произошло. Мда. Ну, хорошо догадался, сохранится хотя бы вот на этом моменте. Минут десять и... Сэкономило себе. Включаем всю эту бигу от него. Ну да, паук, паук, я в курсе. Ты весь такой модный, крутой, большой. И охрененно наглый. Какого черта вообще здесь происходит? Не, этот паук вообще большой долбанутый. Черный вдавали, какого там. А, черная пантера. Короче, просто... Сдохни уже, тварь. Я могу перезайти, чтобы этот... Неадекват исчез. Мда. Мде. Надеюсь, этот исчез. Еще и на него патрон тратится явно нехорошая идея. Так, сейчас пойдем туда. Два раза я покручу эту рукоятку, чтобы после сохранения осталось один раз его покрутить. Я думаю, все будет хорошо. Так, карта мне не нужна. Мне вот эта штука нужна вообще-то. Причем как можно скорее, чтобы я как можно меньше дыры потерял. Я недоволен. Причем очень сильно. Недоволен. Так, два раза крутим. И потом отступаем. Интересно, можно его отманить вручную и добежать сюда-сюда, чтобы он не сам провоцировался, когда ему надо, а чтобы я его спровоцировал. Все такое. Интересно реально. Так. Да, ну в сохранении, конечно, сейчас будет просто куча в этом прохождении. Я не думал, что это место мне доставит проблем. Маук охрененно наглый оказался. Я вообще не ожидал, что он может быть таким наглым. Камень меня какого-то черта раздавил. Непонятно. Что вообще происходит с этой игрой? Я не в курсе, что с ней происходит. Но тем временем, сохранения у меня... Ой, сохранения. Этих лекарств у меня вообще нет. Так, иди сюда. Машинка. Так, сохраняемся. Прекрасно. Оп. И уберем эту штуку. Пойдемте заправим. Не знаю, попробовать что-ли вручную его выманить. Никогда не опробовал. Может быть попробовать. Почему нет? Раз все равно тут беспредел полный творится. Какая разница. Из этой двери я вхожу и прямо в ту личу. Из той, из вот этой двери, когда я вхожу в ту квадратную комнату, я бегу вообще черт не откуда по умолчанию. Что-то странно. Я бы даже сказал подозрительно. Так, пулыжник, я могу тебя активировать? Ах ты гад. Сбросил все? И нафига ты все сбросил? Кстати говоря, ау. Вот здесь есть хоть какой-то мини-проход? Сомневаюсь, что в нем можно спрятаться от камня. По-моему, в оригинале можно было даже в той стороне спрятаться от камня. Так, сразу даже развернусь. Не-а. Какая зелена такая. Что я в тот раз не так сделал? А, предупреждать надо, что у меня магическим образом телепортировал на середину вот этого моста, и еще и повернул в нужное направление. Я-то предполагал, что я стою вот здесь, поэтому я развернулся, и хотел, то есть... Изначально я думал просто вот так сделать, оп, и вот так развернуть. Оказывается, я уже здесь стоял, поэтому я прямо вот в камню и побежал. Мде-е-е-е. О-о, ну и вот это полезно. Что бы там ни было, в любом случае полезно. О-о-о, хе-хе-хе. Здесь, благодаря вот этой штуке, мы теперь знаем, что у этих спреев зелененькая крышечка. А то нам они достаются уже без крышечек. В карманах лежат. Не знаю почему. Но они лежат. Да куда ты меня... Не крути меня, человек. Не человеческий. А где дырка? А, вон дырка вообще с другой стороны. Оп, он кинул. Как-то по ощущениям, по виду, вот этот механизм активируется еще труднее, чем полностью поворачивать этот кусок коридора. Странно. Не подходи ко мне. Так. Тебе надо два раза повернуть. Интересно, если тебе сейчас засчитают? Вряд ли, конечно. Но я ее не засчитала. Меня не развернуло. Не попытался развернуть. Помню, в оригинале... Ну, как в оригинале. В геймкюб-версии. Если я вот так иду и двигаю, то меня тоже двигает, применительно. Тут, видимо, это исправили. Уф, я уже думал, сейчас не подвинули ее. Это было бы так тупо. Серьезно, так тупо. Да, колечко. Что-то написано. 4, 2, 3, 1. Замечательно. Это так и чисто, чтобы вспомнить. Сейчас, я думаю, даже потрачу последнюю ленту из тех, что дали в пещерах. Хотя нет, все-таки не буду, потому что, оказывается, камень пройти несложно. Это просто... Какого черта произошло, и все. Что не будет сохраняться? Я думаю, скорее возьму ленту с собой. Ради того, чтобы, может быть, внизу сохраниться. Там, по-моему, где-то будет доступное место для сохранения. Ну, в конце сочи, сундук там точно должен быть. Так, ну, внизу у нас врагов не будет, по-моему. Ну, я имею в виду тех, кто их надо будет вырезать. Так, магазин для пистолета, лента. Ага, мне не влезет все это с собой. А, мне вот эта хрень, по-моему, уже не нужна. Точно, что я делаю? Мне же ян-то хрень не нужна. Так, сейчас мы окажемся в проходе, потом пройдем в какую-то там дверь. Окажемся в комнате с генератором. Ох, я забыл про них. Черт, я реально про них забыл. Как-то неловко вышло. Никогда я возвращался крутить рукояткой вещи. Я как-то и забыл, что мне нужно будет еще с ними что-то делать. А, куда надо ставить? Ой, нет. Ничего мне не нужно. 4, 2, 3, 1. Так, подача питания восстановлена. Интересно, что предполагалось вот та штука, которую мы сейчас вставили. Просто с такой стороны ключ? Или что-то... Какая-то цепь именно... Ну, самая электросхема. Ну, кусок самой схемы. Непонятно. Так, мы находимся где-то здесь. Ммм, стоп, а... А, я уж подумал, он ушел. Я здесь не хочу пройти. Обидно. Ну, что ж делать. Скину, на всякий случай, если я там что-нибудь найду. Так, туда мне сейчас, по-моему, спускаться не надо. Мне надо вот в ту, вот в ту, вот в ту, вот в эту штуку. Которую кто-то называет дверью. Где-то. Так, она, по-моему, с той стороны. Нет, она не с той стороны. Она меня обманула. Потому что звучала она четко с той стороны. Сначала потому, что я опять неправильно наушники надел. Но нет. Кстати, надо одну бы... Извести, чтобы слопать. О, я уж подумал, это тупик какой-то. Ну, нет времени исследовать это место. Главное лекарство две штуки ожидали. И это хорошо. Здесь у нас что? Здесь у нас только большой ящик. В котором хранится что-то. Плюс огнемет одна штука. А огнемет одна штука нам понадобится. Нельзя нажать. Так, увозим. У меня, конечно, по-моему, какие-то хрупкие материалы на этой штуке нельзя перевозить. И вот зачем нас заставили ждать, пока эта штука доедет? Моя логика это не может понять. Ну, может быть, какое-то там ограничение движка. Что-то левый звук не может воспроизводиться во время игры. Так, дамочка, не надо. Я не хочу тебя трогать. Вообще видеть. Лопс. Ошибочка. Лопс. Да не плачь, да не плачь. Когда-нибудь все будет хорошо. Но, к сожалению, уже не у тебя. Обидно ты как. Так. Да. Мы в безвыходной ситуации. Что ж поделаешь. Придется искать выход самим. Бум, 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 бум. Так. Наш лифт. Привелся ящик сюда, даже не раздолбал его в процессе. А вот ту штуку я, почему-то, когда первые разы проходил на эмуляторе, я вот эту штуку боялся сюда как-то. Ну, вот, скидывал ящик, а дальше сюда еще раз заходить. Как-то страшно было, я думал, что он сам активируется. На манер того, что был вход Вероника практически в конце. Там было... Ну, и не пресс, конечно. Вообще, какой-то странный механизм. Который, чтобы активировать, нужно офигеть, как успешно все сделать. Потому что он очень часто бьет по земле. С огромной силой, естественно. Бьет так, что насмерть. Соответственно, вряд ли кто-то хочет получить этим механизмом по лицу. Так. Ага. Не знаю, лента. Давай, пускай остается. Я надеюсь, мне хватит той, что там есть. В крайнем случае, сюда можно будет... Хотя нет, сюда вернуться не можно будет. Слишком далеко. Иди сюда. Идешь? О, иди сюда, кажется. Она не кажется очень уж довольным... Жизнь мутантом. Я хочу, чтобы она прямо за мной была, чтобы я мог просто... Когда мне нужно будет, уже побежать без проблем. Ну, тут уже можно. Я не видел. Ты не знаешь, куда я... Жил делась. Ну и все. Вроде как мы сваливаем из этого места. А, то сейчас змеи гонят. А, нет, не тут не сейчас. Ну, это какое-то жутковато местечко. Тут, погодите, ничего, точно ничего нет? По крайней мере, выглядит так, что ничего нет. Ладно, сваливаем вот сюда. Мне надо за мной ходить. Змеи-завры бешеные. Фотография маленькой девочки. Обружающие различные этапы ее взросления. Опа! Вот же. Вот же хрень, которая мне нужна. О, она прям так открывается. Я думал, надо будет кнопки нажать какие-нибудь. Но нет. Вот, теперь можно сваливать отсюда. Ради вот этого... Вот этой маленькой хренатинки мы делали... Проделали весь путь до подвода. То есть, все вот это в подземелье. Мы прошли только ради того, чтобы взять вот эту маленькую круглую хренатень. Супер! Что могу сказать? Просто супер. Да. Сундук пустой. Надеюсь, эта дамочка еще не успела вернуться к себе домой. Хотя, фиг его знает, чей это дом вообще. И для чего он вообще тут находится? То есть, зачем тут этот дом, если рядом особняк стоит? Зачем владельцам особняка еще и дом тут делать? Маленький. Нет, мне кажется, я возвращаюсь опять. Какой-то круговой путь есть. Так. Ух ты ж, черт. Ну, вот сейчас мне этот круговой путь пригодится. Может, зомби что-то офигел. Потратить на него патроны? Да пошел он нафиг. Иди сюда, мужик. Я здесь. Представляешь? Ну, ты иди нафиг. Пока. Неудачник. Сейчас какой-то хренак сжирает меня. Нет. Он не стал обходить. Как-то разворачиваться. Просто пошел именно за мной. Ну, мне же лучше. Так, тут, по-моему, снова ворону сейчас будут. Или, а, или тут сейчас кто-то другой. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ух-ху-ху-ху-ху-ху. Меня тут не было. Можики, вы меня не видели. А вы меня не видели, мужики, или что? Ну как так? Берут и хотят меня слопать. Вообще не по-человечески. Вот честно. Вообще не по-человечески. Знаете, что у меня там по инвентарю сейчас? Ну я в принципе мог забрать ту ленту. Да ладно. Сейчас уже как-то не особо большая разница. Я не думаю, что от одной ленты сильно что-то поменяется. А, но зато если бы я ее взял, мне пришлось бы сюда еще возвращаться лишний раз. Так не придется. И это хорошо, я думаю. Мне так сейчас предстоит немножко беготни весь вот этот сундук перенести в тот, в который ты находишься, подальше. Ну вот, врагов там нет. Насколько мне известно. Какие действия, они меня сейчас, конечно, убьют и ушатают. С большой долей вероятности. Так, сначала давайте смешаем этот. У нас теперь два. Тихо шметка. С гордым названием камень и металл. Такая штука мне не пригодится. Угу, это нужно, нужно. Здесь все нужно. Все нужно. Давайте пока вот это отнесем. Откроем дверь и заодно напомню за кадром сбегаю. Перенесу вот этот оставшийся. Скорее всего, придется два захода делать. Потому что там, по-моему, довольно много предметов. Хотя, кстати, лекарств у меня все-таки не много, как я думал, а офигеть, как мало. Это обидно. Потому что впереди будут проблемы в таком случае. Не хвакай на меня. Какое животное. Оп. Ну. Так, и нам сейчас под лестницу. Я, по-моему, там уже однажды был. Да, я, по-моему, туда бегал, когда мы искали пропавшего капитана. Но, тем не менее, далеко я туда не ушел. Оп-оп. Мне не нужно забирать эти эмблемы. Нужно просто взять и пройти в эту дверь. Вот, до этого сундука. Ну, и увидимся через секунду. Вот, я вроде бы перенес все, что мне было нужно. Теперь, наконец-то, можно сохраниться. Да. И остается всего одно доступное сохранение у нас. Ну, потому что лента всего одна остается. Боюсь, мне придется сбегать за той лентой. Мне бы крайне этого не хотелось. А, ну, на этом я благодарил всех за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok